всем привет всем добрый день добрый день история с дезодорантом продолжается продолжается так что фирма vitex я не в восторге от того как вы производите дезодоранты уже можно наверное изъять эту партию просто из продажи иду я второй раз я уже расходил рассказывал про это покупал я на мопро правда там я пришел спокойно все объяснил и точно так же мне поменяли поменяли забрали бракованный дали новый дезодорант в магазине два раза она продавщица нажала он работает принес домой один раз я не буду говорить один раз я попользовался все вот это было перед майскими праздниками и поставил его сегодня взял точно так же себя ведет не воздуха ничего с него не выходит понимаете что-то так крях покряхтел покряхтел шик-пшик и затих вообще что это такое если это бракованная партия ее надо изъять просто-напросто и не продавать вот это одно мое такое мнение но это я вот тут живу рядом пошел это еще не знаю какая реакция будет на меня я уверен что не я один хожу и и приношу вот эти вот подарки иду в магазин что интересно никакой гарантии ничего не дают прошлый раз обменяли и снова ни чека ничего я не получил может чек не дали потому что потому что так получилось не знаю эту всю систему сейчас скажу забирайте его и не нужен он мне вообще если эта игра такая то она мне не нравится в магазине сказали писать претензии фирме белита больше делать нечего что вы думаете чем все закончилось остался я пока без дезодоранта сегодня куплю но в другом месте дезодорант забрали дали бланк и сказали заполнить то есть написать какую какой вид претензии что я имею против фирмы белита а конкретней против данного дезодоранта вкратце написал все заполнил заполнил сказали теперь надо ждать это дело будет рассматриваться не день не два а недели две так глядишь и лето закончится такая история говорит что интересно продавщица говорит что интересно это то что говорит пока никто больше не приносил это оставлю я без комментариев не на не приносили потому что увезли в москву или еще куда-нибудь да выкинули если он не работает это мне тут рядом я принес и сделал возврат ничего иду домой пока я зол обращаюсь владельцам собак товарищи будьте так добры убирайте говно за своими собаками в другой раз извините за выражение насрет так что как конь какой-то она стоит там маникюр свой проверяет собака сделала дела свои все побежала но это так опять мысли вслух мы живем же и вы люди и мы люди кто это должен делать коль собака не может хозяину надо следить живем среди людей надо оставаться людьми наверное если бы собака смогла она бы убрала бы за собаку я так думаю ну вот дезик забрали другого не дали денег не дали а может я на этот дезик год собирал свинью копилку разбил ну он согласен всем доброе утро ну и конечно же мира и добра смотрите какая у нас красота я проснулась раненько санечка мой еще спит пусть спит посмотрите как тихо спокойно слава тебе господи пусть будет так у всех нас сегодня выходной все спят машин нет но еще появится о пара машин стоят видно в деревне по уезжали а мы сейчас будем с вами готовить вкусный рыбный суп зашли в магазин санта фиш и там вот такой малюсенький махонький как я говорю наборчик один остался для ухи совсем мало но я сварю нам с Сашей по пару тарелочек на два раза поесть да и хватит для начала я помыла рыбу хорошо она у меня может пол часа постояла в холодной водичке все 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 смыла с нее налила в кастрюлю воды вот смотрите небольшая кастрюлька сейчас водичка закипит я туда кину рыбу сварю ее достану отсоединю от всех косточек а потом буду вам показывать дальше что я буду делать из чего буду готовить для начала в кипящую воду я бросила три душистых перчика и пять штучек такого черного лавровый листик сейчас немножко покипит водичка и забросим рыбку все рыба поплыла в кастрюлю пусть варится так вкусно пахнет перцем душистым лавровым листом да и рыбка мне нравится запах красной рыбы я не знаю ли это семга или форель без разницы что та что та вкусная пока готовлю ху между делом еще сварганила блинчиков у меня есть начиночка вкусненькая сейчас буду фаршировать и пожалуйста еще одно блюдо рыбный суп фаршированный блинчик еще мы будем делать салатик ну по возможности буду вам показывать вот такие красавцы у меня получается вкусные очень тесто мне нравится я уже наверное говорила зайдите в плейлист и посмотрите рецепт этого теста бульончик нужно обязательно процедить и помыть кастрюльку особенно края потому что накид надо это все снимать ну супчик будет так симпатичнее выглядеть правда блин да правда блинчики у нас мясные с мясом в бульончик я опустила целую лупочку потом мы ее выбросим и сейчас быстренько почищу картошку и морковку а лучок пусть пока варится так вкуснее будет лук у нас немного поварился ну может минут 5-7 сейчас следом за луком идет морковка когда я готовлю первое без зажарки я в кастрюльку обязательно добавляю столовую ложку подсолнечного масла вот такого можно любого даже аромат но еще вкуснее будет я когда готовлю и всегда любуюсь своими блюдами знаете почему вот морковка как она украшает все блюда первое второе салаты смотрите какой она красивого цвета правда как солнышко еще наверное надо немножко водички добавить может где-то стаканчик маловато бульон а может и не надо потому что когда картошка пшено там будет у меня будет наверное рыба и будет наверное все нормально все варись морковка морковь с луком уже подружились сейчас пойдет в кастрюлю картошка а затем пшено ой как вкусно у меня пахнет супчиком блинчиками прелесть промыла пшено картошку уже в кастрюле сейчас пойдет туда пшено и рыбка потом добавим зелени сельдерей стебли сельдерей у меня еще немножечко есть потому что это самая лучшая зелень для рыбных блюд лавровый лист перец ничего уже мы не добавляем потому что все тут есть когда я варила рыбу я все в кастрюльку в бульон клала так что бульончик у меня ароматный смотрите какой красивый правда мяско с рыбы с головы не особо много ну на супчик хватит потому что есть такие наборы там килограмм там побольше ну нам такой достался малякусинки все рыбку опускаем в кастрюлю зелень уже я опустила в кастрюлю сейчас подсолим ну и буквально через пять минут наш супчик будет готов к обеду замечательная первая блюда ухой это не назовешь это не уха а рыбный суп по правильному подавить неправильный ламп подавить туманом до с до 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 Субтитры сделал DimaTorzok